Всем привет друзья! В этом видео я сделаю детальный обзор тинькофф инвестиций. Собственно, как я вообще к этому пришел. Я вам расскажу про акции, что собственно нужно делать, как вообще пользоваться, что к чему, в общих чертах из собственного опыта. Так, вот мой брокерский счет. Он в минусе. Открывать ничего не буду. В минусе он из-за вот этой акции, GZ Peak Energy, где я закинул туда 8000 долларов. Сейчас это далось 1425 долларов, потому что акция с практически одного доллара. С на 94 центов до 15 центов за акцию. 15-16 центов за акцию. То есть огромное падение. Падение на процентов. В процентах это получается 82-83 процента падения. Также мы наблюдаем, вот Ахаген упал, тоже его жил. А упал на 58 процентов. GZ Peak упал на 82 процентов. Фронтир 47 процентов. Киеви наша, компания русская. 14 процентов и он это тот же Билайн. 35 процентов на акции дивидендные. В принципе, не страшно. Сейчас на дворе кризис, коронавидос. В общем, это эпидемия. Все упало очень жестко. Яндекс 14-61 процент. Четыре штуки. В общем, все в минусах. Также Забербанк рассел на 16-36 процентов. Но было больше. Было там 25 процентов или 30 даже. Сейчас хоть как-то растает, стабилизируется. Вот должен стабилизироваться. Я продам, получается, группа ЛСР с мальшим плюсом 30-50 долларов. Я обычно продаю так, по-моему, в своей теме. То, что мы продаем где-то 4 процента, 3 процента. Если просто идет, сразу продаем. Если это у меня торговый депозит. А, конечно, целую долгу, то не надо продавать. Но, видите, что происходит с рынком. Я смотрю там братьев блогеров. В принципе, даже у людей, которые там годами лежали, да, не вкладывали. Сейчас такой просадок. Вместо прибыльности ничего. Если у меня, допустим, это какие-то ошибки, да, которые я совершил. Это, в основном, вот, нефтяная компания. Они очень сильно просили. Ну, компания банкрот. Вот это вот. Чезапик гарантируем. 82%, 47%. Вот это подарочные акции. Если вы зовете друга, то эти акции даются вам. Сейчас, в принципе, с фондового рынка прибыли вообще никакой. И уже никакой прибыли лета 3 месяца. Ну, может, там получал 30 рублей, 20 рублей. Ну, и в то же время, где зависли, вот, допустим, зависло, если вам, так сказать, 14 тысяч, пожалуйста. 14, ну, вот, 17 тысяч здесь зависло. А, там, 13 тысяч здесь зависло. Здесь еще тысячи, еще там, 1200. Ну, везде, в общем, зависли деньги, а прибыль не приносит. Раньше я там мог делать в месяц 55 тысяч, да, до залета в Чезапик. А сейчас я не могу ничего делать, и, в принципе, непонятно, когда все нормализуется. Тариф у меня, вы можете посмотреть, это трейдер. Ну, потому что я торговал, он сильно, наоборот был большой, поэтому тарифы выгоднее трейдер. А так вот есть инвестор. Инвестор на том, что комиссия больше 0,3, видите. А трейдер – маленькая комиссия. На применок – еще меньше комиссии. На применок – это нужно крутить обалок большой. Крутить, собственно, ничь. Я занялся больше своей студией. Решил такой тайм-аут сделать. Тем более, такая ситуация в стране непонятная. Я даже сейчас не вкладываю. Наоборот, там, выложу. Ну, плюс получил – выложу. Опять же, налог на вывод. Вы должны понимать, что есть налог на вывод. Как бы, что-то клиента, да, у нас неизбенная. Apple, Facebook – это все акции, которые там я себе вообще, ну, рассматриваю. Apple, Facebook, Мастеркард, Макдональдс, Tesla, Visa. Tesla, Visa. Ну и, скорее всего, добавлю сюда. Netflix. Ну, они очень дорогие, к сожалению. Я вас с удовольствием их покупал, но у них дорогие акции. Netflix добавлю. Окей, вот что-то не произошло. Вот он заполнил. Ну, отрастает, на самом деле. Текстов семьи на 261. Отрастает. Идет какая-то нормализация. 370 он стоил, да, получается. Сейчас он стоит 361. Ну, есть рост. Как бы, все нормально. Потому что спрос большой на рынок. Сериал, там все платное. И, в общем. Так, посмотрим даже Gazprom. Ну, Gazprom тоже стабилизирует. В общем, я наблюдаю такую стабилизацию на рынке, наконец-то. Видно, уже с этим коронавирусом хоть как-то на поправку идет. Потому что, ну, было это на дефолт. Очень жесткая ситуация. И люди теряли просто миллионами. Кто-то миллиардами, да. Ну, и мы свои копейки тоже потеряли. Ну, еще из-за того, что Алеша вот закинул большой депозит торговый. Ну, и, получается, я знал, куда вес. Потому что зарабатывал там 12-13-15. По-разному было. Ну, вот решил закинуть. И тут пошел скачок вниз. Именно просадки нефти. Плюс ее продавать там собираются. Ну, надо было просто больше заниматься. Если вы занимаетесь акциями, вы должны знать о подводных камнях. Вы должны хоть какой-то тех анализ иметь. Типа тут быстро не срубишь. Это нереально. И вы рано или поздно все равно попадете в просад. Потому что думал, что ты очень умный и умнее рынка. Как я вот подумал. Типа делал месяц, два-три месяца. Далил три месяца квадрат и делал 150 тысяч. Ну, как без воздуха. Фактически там на телефон не давал, где кнопки нажал. Ну, вот цена ошибки стоил 500 тысяч. Нету, 540. Это нужно поднимать. Ну, может там 150. А тут это 150, может 200. Оттуда это я заработал в период где-то полгода на фондовом рынке. Ночью заработал. В итоге в минусе. Непонятно, что будет с чизы пиком. Ну, в принципе, я крайне советую, если вы новичок и залазить в эту акцию, покупать только хорошие акции, чтобы они были дивидендные. Если вы нацелены на торговую, я не умею торговать с минусом. Я все время держу, если падает. Может, это моя ошибка. Я могу уже давно как-то реконструировать. Но в то же время вот с этим коронавирусом также я бы мог потерять на других. Даже на том же Apple. Ну, просто фишка в том, что, если я потеряю бы на Apple, то это как-то, ну, вероятность, что я потеряю деньги вообще минимальная. В принципе, потому что компания давно, ну, все может быть, как с нашим он Юкосом когда-то. Тоже одна биржа она росла, росла, потом из-за чего не росли, что все Юкоса нет. Стала росли, но, естественно, все, кто вкладывались, они стали банкротами. Так что вы потеряли миллионы людей, ну, или там какие-то свои спережения. Это то, что я закинул, это торговый депозит. Я просто хотел большой, наоборот, начать крутить. Ну, видно, не судьба. Ну, будет второй шанс. Ничего. Я смотрю на все позитивно. В принципе. Ну, суть в том, тем более, это как бы честные работы, мои деньги. Это мой шанс вывезти, так сказать. Плюс я хотел порадовать как-то подписчиков, на самом деле. Ну, вот давайте рассмотрим избранное. Это Apple, Facebook, MasterCard, McDonald's, Netflix, Tesla Motors, Visa. Все американские акции. Также советую торговать американскими акциями и русскими акциями. Но они ими торгуются совсем, и вообще вкладываться в них совсем по-другому. Потому что, ну, они под влиянием рынка Америки, в принципе. Ну, допустим, я даже закинул вот в эти русские акции, хотя я их вообще не признавал раньше. Я закинул, чтобы, ну, там, чуть-чуть заработать, и они не лежали наличные на камеру, в общем. Ну, до всего. Сейчас тоже на какую-то камере резьбу. Я закинул, получается, в Сбербанк, в группу ЛСР, там, в Газпром. Ну, во все русские акции, там, 8 акций. В Киеве, Газпром, Сбербанк, привилегия, так нефть привилегия, так нефть обычная. Ну, не знаю, почему. По-моему, у нас такая, раньше, торговая. В эти акции, ну, вот, некоторые продал, там, с плюсом. Все, что я закидывал, я продал, конечно, с плюсом. Мостбиржа, вот, недавно продал с плюсом. Ну, там, копичные плюсы. Это все смешные цифры. Это не как, знаете, когда у вас там депозит 8000 долларов, как вот здесь, да, вы закидываете, там, небольшой скачок на пару центов, у вас уже, там, 5-6000 рублей есть. А это, извините, может, целый день работать или даже несколько дней в регионе целая месячная зарплата. То есть, а тут сейчас вот какая прибыль, там, с 1000 рублей. Кстати, я вам расскажу, какая прибыль, если вы закидываете 1000 рублей. С 1000 рублей вы можете получить 30 рублей 60 рублей. То есть смешные цифры. Ну, конечно, ну, для изучения это нормально. Но нужно подходить обязательно к техническому анализу о компании. Ну, допустим, если бы я знал раньше, что Chesapeak Energy в 2016 году глава компании застрелился из-за того, что дела идут плохие, то бы я, конечно, не закинул. Я бы так не рисковал. Я бы только по чуть-чуть, там, по 20-30 долларов над своим депозитом огромным, да, там, 400 тысяч, 600-500, ну, 8000 долларов, да, на эти времена. Я бы по чуть-чуть, ну, в разные, то есть все акции, допустим, те же крупные, то, что у меня в избранном, я бы закидывал, они отрастали бы, раз, вынул, раз, так, перезакидывал. Раз, быстро, короче, но не получилось. В дальнейшем, сейчас ближайшие планы, то, что у меня, конечно, это выйти из-за этого кризиса, потому что кризис, он ужасный, ну, это жопа, короче, что происходит, вообще сакции не сходят, вам для общей жизни тут научиться нам не выйти. А тут как о торговле идет речь. Ну, сперва я вот выйду постепенно из русских акций, это вот, судя по анализу какому-то росту, ну, опять, все непредсказуемо. Ну, вот, наверное, на подходе ЛСР, потом я надеюсь, надеюсь, на либо Сбер, либо Яндекс, ну, скорее всего, Яндекс с адресом быстрее, также Киев, ну, еще и до 14%, это все-таки несколько дней даже при нормальном росте. Ну, если вы новичок, я советую никогда не пользоваться маржинальной торговлей, потому что, ну, я потерял свои, и то обидно, да, это большая сумма денег. А если вы завязаете долги в кредит, ну, представляете, что может быть? Это может, конечно, говорить, да, он дурак, типа он закинул в банковскую акцию. А кто вам сказал, что, допустим, какая-нибудь там Тесла не упадет на 50%. Вот Тесла упала на период этого кризиса коронавируса, когда он был именно в Россию, она упала на 35%. То есть люди, ага, и выхлоп с этой Теслы, особого никакого, потому что, ну, блин, акция стоит там тысячу долларов, да, 900 долларов на пике. Все думают, что он будет полторы тысячи, как Амазон, даже две тысячи. Ну, очень много, в общем, стоит, и все будут в шоколаде, потому что он, там, пиар нормально двигает. В итоге все упало, там, даже, наверное, интересно посмотреть, сколько он вообще сейчас стоит. Так, клиента, да. Тесла, Тесла. Ну, сейчас отрастает 475, но вот он был 527. Месяц назад, давайте смотрим, полгода. 917 рублей. 917 долларов, это 2 февраля. 917 долларов. Падение, получается, падение акций 42 процента. А было 59 процентов. То есть, представляете, за раз, за месяц потерять 59 процентов. И непонятно, что будет, как. Такие вот движения. Так что, фишка вот этой Теслы, да, что я говорю, пример, почему я закинул там в банковскую компанию, потому что он выхлопал в шоколаде. То есть, это просто, ну, алчность сыграла, на самом деле. Потому что, ну, вот с Теслы, там, с 8000 долларов я куплю 8 акций. С 8 акций у меня будет всего 30 или 40 долларов прибыли. А здесь я куплю 8910 акций, понимаете. И с каждой у меня один цент вырастает, у меня уже процент, 5 процентов. То есть, я с этой суммы мог поднять 100 тысяч за раз. За раз, понимаете. За 5 процентов в 100 тысяч рублей. Что плохо? В 500, ну, типа, это огромные деньги. Но этого не произошло. И, ну, допустим, я вот торговал, как бы, большим депозитом. Тут уже 8000 долларов до этого. Я получал 5-6 тысяч... А, нет, 12 тысяч. У меня 1,5-1,5 процента. Я поднимал. И вот они все. Покупки-продажи, покупки-продажи. Ну, вот я торговал. Так-так-так-так-так-так-так. Ну, типа 1,5 процента отрастает. Раз, выкинул сразу. Итак, вот мне в последний раз просто не удалось. Здесь по 0,9 не удалось ее закинуть. А, нет, уже в среднем. 0,95 и пошел скачок 0,85. Здесь я уже ждал. 0,92 в минусе не стал продавать. Можно было выйти вот здесь, но не стал. Ну, да, она пошла. Я думаю, ну, буду ждать до предела. Пошла, пошла, пошла вниз. Пошла вообще в банкротство. Все чуваки, которые писали там в этом. В пульсе, что она будет. 3. 3. Никому не слушайте. И вообще не суйтесь. Не в дивидендные акции. И вот этих знатоков шейте нахуй. Потому что у них, во-первых, нет денег. Во-вторых, это потому, что реклама много. Этого Тинькова. Очень много вот ебнутых людей. Прямо отсаженных конкретно. Потому что лезут, а еще занимаются маржинальной торговлей, если нихуя не понимают. Зато маржинальной торговлей, так оказывают. Ну, то есть, я вам крайне не советую торговать чужими деньгами. Если не умеешь торговать своими, я вот честно признаю, не умею торговать даже своими тиньками. Какими, блядь, маржинальной торговыми. Я что хочу, блядь, заложить все, что у меня есть. Ну, это надо ебно там быть. Надо же учиться, во-первых. Ну, учиться, вот это надо годами. Учиться и просаживать. Чтобы достичь какого-то результата, нам придется очень много-много-много раз проебать, так сказать. Проебать не потому, что вы авантюристы, а потому, что нужна такая жизнь. Это просто урок. Если, допустим, другой скажет, да, блядь, я проебал столько денег, зачем мне заниматься дальше? А я понимаю, что это прибыли, типа это всего лишь одного ошибка, урок. То есть, блин, да и пофиг. Иду дальше. Тем более тут, ну, как бы, приносим удовольствие. Тут даже не в деньгах речь, просто цифры, как ты смотришь, что здесь какое-то движение. Но это мне нравится просто безумно. При этом я в дальнейшем, ну, не будем загадывать, как выйду с кризисом. Вот, кстати, есть сумма. Это продажи Мосбиржи. Да, она висит. Я, по-моему, не выводил еще. Ну, за вывод, кстати, налог, не забывайте. НДФЛ там все. Ну, по-другу с американскими акциями, там тоже с налоговой есть, потому что налоги, тоже отчисление, блядь, у меня в первом. На 1 января, как пришло там, включить их. У меня 8000 так налогов заплатил. 1 января, такой подарочек. Ну, видно, прибыль, если это была хорошая, потому что это наук на прибыль. Ну, посмотрим, что будет. В общем, друзья, всем успехов. Торгуйте семью депозитами. Закидывайте в разные все инанции по чуть-чуть. Не надо спешить. Торгуйте там, может, лайтами, копейками, да. Но все-то вы научитесь. Вы научитесь эту формулу, то есть вы не проебете. Проебете в одной, спасет другая. А если закидывать вот в один депозит, ну, понимаете, что, блядь, может быть. Вот, может быть такой пиздец. Принус сразу все. 23 тысячи торговые депозиты. Остальные я, конечно, выиграл на студию, на всю аппаратуру. Ну, я даже не уводил, наверное. А, 1080, наверное, выиграл на 100. Такое какое-то существо. В общем, друзья, всем успехов. Меньше смотрите и слушайте там Тинькофф Пульс, потому что там пиздуные, блядь, сидят. Желаю вам тренировать не алчен, короче, не быть алченными, в общем. И тут легких бабок нет, сразу говорю. Ну, как бы работать, блядь, на заводе еще хуже, поэтому приходится изъебываться, в общем. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь видео, пишите комментарии. Можно дополнить, у меня знаний не много, я вот, собственно, опыт просто вам рассказываю. Ничего не советую, никого не учу. Бабок с вас не прошу, мне это не интересно. Всем успехов. Пока. Я думаю, все будет хорошо. В дальнейшем увидите, как я торгую по хорошим и крутыми акциями, которые у меня в избранном. и все будет супер. Пока.